Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Шо ты там туешь? Да борщ горячий, я чуть рот себе не обжег. Что-то бабушка наша не отвечает. Дозвониться не могу второй день подряд. Беспокоюсь, может случилось кое-чего. Да в огороде поди копашется. Игорь, ты дебил. На дворе февраль месяц. Ну значит в сарае чё-то делать. Я беспокоюсь, может случилось что-то. Мне у неё документы кое-какие нужно взять. Смотаешься к бабушке на пару дней. Не, я занят. Ты без работы сидишь уже как год. Мам, ну чё ты начинаешь? Чем ты можешь быть занят? Да не хочу я в это хуиво-кукуево ехать. Не выпендривайся. Возьмёшь и скатаешься. Да я не поеду. А вдруг с ней что-то случилось? С ней же совсем рядом никого нет. Да ездишь, дед. Да ты этого деда видел? У него давно во фляге соловей разбойник завёлся. Да и он помер, поди. Давай проведаешь, съездишь. Мам. Бабушка внучка поведает. А чё ты сама не смотаешься-то? Твоя же мать. Ты знаешь, что у меня с ней натянуты отношения и вообще ты дома сидишь-пердишь? Мам, ты не понимаешь, я киберспортмен. Поедешь. И это не обсуждается. А чё я-то? А чё не ты-то? А чё я? А чё нет? Да мам, чё ты начинаешь шагать? У меня работа, потом учёба. Я разрываюсь между делами, чтоб тебя и себя прокормить за нищенскую зарплату. Тебе нужны эти бумажки, ты и жжай. Ты её тысячу лет не видел. Возьмёшь и поедешь. Никуда я не поеду. Возьмёшь и поедешь. Нет. Возьми и поедешь. Нет. Поедешь. Нет. Будь человеком. Я занятя и не могу сейчас. Нет. Да. Да. Нет. Ну тогда я звоню в военкомат нахуй. Эй, бля, не надо. Жизненно. Я так рада, что ты приехал. И правильно. Что в этом в вашем хоробе делать? Дышать нечем? А тут природа. Речка вон. Это правда. Вот разве здесь не прекрасно? Солото. Я тебе пирожки испекла. С картошечкой. И лучком с яйцами. Всё как ты любишь. Я вот этим нажал. Пирожки с картошкой никогда не понимал. С моей точки зрения, ну типа картошка и тесто это такие взаимозаменяемые субстанции. То есть это то, что едят с едой. А не как бы не сама еда. Поэтому как бы, ну это типа, ну это как пирожки без нихуя примерно. Если с картошкой сделать. Хотя в принципе, если эта картошка, она как бы смешана с чем-то, блядь, там острым очень, блядь, или там соленым. Лук с жареным луком смешивают обычно. Ну да, да, да. То есть если там реально дохуя лука нахерачить, чтобы они были как пирожки с луком, по сути дела. Тогда еще туда и сюда. Ну да, конечно, конечно, пирожки должны быть с мясом. Либо там капуста и яйца, чем-то в этом. Он фашистов лезал. И всегда его нашли теперь с собой. Всегда. Шо ты там, ребенка, пугаешь, бестолочь старая? Игореша, а пойдем сказку почитай? Ты две ежей еще? Хоть иногда. Не кури. А шо если носом курить? Не кури, а я всякую курю. Послушайте, 90 лет который. Че, я проебал, че там было? Здрасте. Я это самое, ну это, с города приехал, так сказать, к бабушке своей. Это точно село Лукошкино? Может я просто не туда доехал? Сто лет здесь не был просто бабушку навестить захотелось спустя столько лет. Соскучился. Знаете, там хуя мое, родной же человек туда-сюда. И че это у вас окна заколочены все? Дед, это ты? Ебать, это ж я, Игорь. Игорек, ты чего? Не узнал что ли? В общем, сериал Эпидемия примерно так и выглядит. Бля-а-а. Че за хуйня тут происходит? Бля-бля-бля-бля, куда деваться, дом? Куда прятаться, сука? Где-то рядом. Бля-а-а, сука, бля. Бля-а-а. Бля-а-а. Блядь. А это же не бабушка, похуй, деда нет вроде, ну и стоит ли говорить что бабушка это я здесь анимации открывай тут больной шахтой твой Да блядь. А че ты же открывается, а че это я Игорь? Ну как бы надо ли объяснять там как-то. Я сначала подумал что это типа я протупил, но у чувака как бы он большой палец не с той стороны. Все равно лучше чем аниме где у людей максимум три пальца все равно но как бы тем не менее. Ааааа? Дед! Угомонись! Осади! Это же я, Игорёк! Помнишь меня? Я к вам приезжал. Давно ещё. Может лет 15 назад меня потом мамка забрала, сказала, что вы оба конченые и что я сюда больше не приеду, то ты мне ножи свои показываешь и истории рассказываешь, от которых я срал под себя, то бабуля пирожками с яйцами перекармливает, хотя ей сто раз говорили, что у меня аллергии на них, но я приехал. Дед! Давай ты это самое! Нормально же общались! Осади! О, смотри, фашисты! Субтитры сделал DimaTorzok Это крики, по-моему, из того видео с медведем, блядь, который не лезь, она тебя сожрёт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выглядит как будто с сухарями, на святой воде, три года сидел, бабуля вообще не отзывается, в сарае вообще труб. Да это не сарай, это бы точно и какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok И уехать отсюда никак, этот поезд чёрт знает когда приходит, а ночью тут вообще дубак. Если я не проберусь к бабушке, в хату я замёрзну насмерть, нахуй. Алё, алё, ты чё молчишь? Абонент недоступен На вашем балансе нет средств, нищеброды ёбаный. ох, 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 ох. Ээ, чё за х Katrina блять? Ля, блиorigine. Да бля AEA period. Ну, сука. Ты не оставляешь мне другого выбора Сука я с тобой благородство играть не буду, слышь? Говори, что тут происходит, мне нужны ответы. Чё за хует-то ты тут устроил? Что с бабушкой? Слышь, сука, отвечай, глядь. Нью нахуй, ага, нахуй. Ты знаешь, кто я? Я киберспортсмен. Говори, сука, говори, кому говорю, глядь, говори. Я вот этим ножом фашистов везал. И всегда его нашу теперь с собой. Всегда. Бабушка? Это ты? Это я. Игорь. Внук твой. Внучок. Помнишь меня? Погоди минутку. Мама звонит. Алё, мам? Да. Я доехал. Да. Всё хорошо. Только с дедом чутка повторюсь. Да нет. Всё нормально. Да нормально, доехал я. Щас в хату зайду. Нет, мам. Не замёрз. Да не замёрз я. Я гамаши надел. Да потом про документы. Спрошу, чё ты такая нетактичная? Да всё нормально. Да чё ты заладил? Да угромнись. Осади. Ага. Всё. Давай. Потом позвоню тебе. Жизненно. Я бля подпишусь, пожалуйста. Нормально. Не самый плохой сюжет. Если бы в России такой фильм сняли, блядь, цены бы ему нахуй не было. Эти люди, которые делали спутник ебаный. Я имею в виду фильм. Могли бы этим заняться. Так. Отсылка. Отсылка на мини Пучкова из обзора на Меченосец. Блядь, сука. Паста про фотографы и штык нож, блядь, сука. Хопа. С 24-й смотрим одну минуту. 9702. Кто нам ещё может позвонить? Сергей из Петербурга. Сергей, здравствуйте. Вот скажите, вчерашние избиения жестокие на фоне этого нашего самого красивого города. Как вы пережили? Как вы это видели? Я страдал больше всех. Смотрел, страдал и просто не мог поверить. Даже пару раз соски свои пощекотал. Олег, а... Осуждаю. Хотя ничего плохого нет в том, что пощекотать соски. Осуждаю пранкер. Вам вопрос задать. Да, конечно. Смотрите, я вот тут посмотрел на свою фотографию в 21-м году и на свою фотографию в 14-м году. Это вот примерно тогда, когда вот эти наши замечательные джентльмены взорвали чешский склад. Так? Правильно? Да. Ну, так вот, сейчас у меня рожа страшная, бородатая, мордатая. И просто я поверить не могу. Слушайте, я понимаю, что фотография устарела, да. Сотванились, да? Да, ну вот знаете, на самом деле, вот контр-ответ, понятно, что, наверное, какой действительно слишком радикальный слушатель, да, со своими сосками. Но все же, у меня для вас есть также. Возьмите фотографию Владимира Путина 2020 года. Так, я овертаймнул на 20 секунд чисто на случай, если я это самое, как бы тайм-код неправильно проинтерпретировал. Old man can't live without dead grips, блядь, идем дальше. О-е-е-е, я решила. О-е-е? О-о-о, ну-о, 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 ну-о-о. У-о-о, ну-о, 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 ну-о-о. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко деда, блядь, наушники сняли. Так, смотрим. Вам надоели штрафы, которые вам приходят с камер за быструю езду? Тогда мы идем к вам. Если уже не помещаются в бардачок, есть несколько способов, которые могут вам помочь. Первый, это, конечно, засрать номера. Их можно просто не мыть или засрать еще сильнее. Второй способ наклеить какую-нибудь поеботу, чтобы не видно было номера. Третий способ, это, конечно, самое отчаянное, закрасить к хуям номер. Но за все эти поступки может прилететь пиздюли от гаишника. Что же делать? Берете опорную шайбу с рону Логана, она продается в каждом магазине. Сверлите два отверстия по диагонали с сверлом на три или более. Если ваш вес превышает 100 кг, нужно будет сделать еще два отверстия. Берите отвертку, подходящие саморезы, очиститель тормозов, от которого потребуется только крышка, и аккуратненько прикручиваете опорник крышки. Далее вам потребуется крышечка немножко меньшего размера, которую вы вставляете снизу, и аккуратненько сфиксируете все это изолентой. И всю эту красивейшую пайботу вы подкладываете себе под педаль газа, чтобы не превышать установлен лимит скорости на дороге. Пользуйтесь. Я уж думал, осуждать начать эту хуйню неиронично. А там такая концовка. Стас, как тебе? Совет-то дельный, блядь. Видишь, вон. Чё? Ну вон смотри. Это же большая медведица, да? Где? Ну там. Так это ж ковш. Какой это ковш, дурак? А по-моему ковш. Это медведица. Чё? Нет, это большая медведица. Если и есть большая, то наверное, кстати, должна быть и малая. Кстати, о медведице. Я вот чё заметила, Серёжа. Чё? Что мы с тобой уже два года как вместе. Ты хорошо ладишь с моей семьёй. С моим батей на рыбалку ездил, с моим братом играешь в его говно. Мама вообще тебя как за своего путёвого сына принимает. Да и вообще ты чудесный кавалер, и я очень тебя люблю. Ну я сейчас поняла. Я совсем не знаю, кто твои родители. Чё? Родители твои. Почему ты меня с ними не знакомишь? Ёб твою мать. Я же совсем забыл, что мои родители это махровые битрахи, которые... Осуждаю. ...с петчуком жрут, а потом слымятся под сердючку каждый вечер в пьяном угаре. Надо чё-то придумать. Ни в коем случае ей нельзя их показывать. Мои родители, они... Короче, меня нашли в капусте. Серёжа, ты чё совсем даун? Ну чё такое? С кем не вас... Осуждаю, блять. Мои родители спецагенты тайной организации, и я не могу тебя с ними познакомить. Чё ты несёшь? Ты чё меня стремаешься, что ли? Да нет. Это потому что у меня волосы крашены. Чё просто? Ну потому что я... Чё ты там мямлишь? Как бы люблю тебя. Ты можешь нормально ответить. Чё ты чукаешь, как тракторист? Мои родители. Блять, если ты меня стыришься и не хочешь показывать своим родителям, то зачем ты со мной встречаешься? Мои родители. Что твои родители? Короче, либо ты завтра везёшь меня знакомить со своими родителями, или я от тебя ухожу. Радиокультура. Только классическая музыка. О, у нас звоночек. Блять, включите чё-то нормальное. Ну что, мы на месте уже. Красивый у вас городок, кстати. Серёжа. Эй. Чё ты опять такой тупой ебальник скрючал? Ты можешь сказать, что вообще происходит? Эээ, я с тобой говорю вообще-то. Чё ты так стремаешься своих родителей? Ладно, слушай. Лиза. Кисечка-кисечка. Мои родители ужасные. Просто полные, тотальные, леденящие души. Ёбаные, как гор. Пожалуйста, что бы ни случилось сегодня. Знай, что я, не мои родители. Ну как бы так и есть, но я не такой же, как они. И то, что я люблю тебя и боюсь потерять. А вы чё тут как бедные родственники? Заходите, давайте быстро. Серёжа, кто это? Я не знаю, блять. Чувствуете себя как дома? А я пошёл. Кто это был? Не знаю, сосед, наверное. Папа, мама, это моя невестка. Лиза. Здрась. Мы с ней два года встречаемся. Лиз, это Валентина Сергеевна, а это папа Степан Андреевич. А меня Виталик зовут. Ну или Виталик. Ну рассказывай, как ты познакомилась с нашим чайпиздриком? О, это такая долгая история. А куда спешить? Ну короче, мы с ним познакомились на дне рождения нашего знакомого общего. Валерке. Я там закусилась с одной особой лёгкого поведения. Ну сошлён, он какой-то короче. Я так не могу сказать, и вот он для меня заступился хороший. А вот он не с ним говорит, что он обаятельный и добрая. И с юмором у него хорошо всё. Я-а-а-а-а-а. Ой, кстати, смотри, что я вспомнила. Ну мама. Серёжка, когда малый был до 10 лет на горшок ходил. Мама. Не манкай, смотри, я сфотографировала, как он срёт. У меня вообще много таких фотографий, как он какая-то срёт. Ванючи так. Он, кстати, в пятом классе обосрался на линейке. Прям навалил в штаны. О, здравствуйте, ребята. А у вас есть холодец? Ёбаный рот, я же совсем забыл про деда. Так съели же всё. Ёб твою мать. Бога ради, вы извините за этот перформанс. Сука, я же сказала, что холодца нету. Хулипы вылез из балкона. Ну вот это оно конечно да. Я предупреждал, я же предупреждал. А где у вас туалет? Да там вот прямо по коридору. Эй, ты куда? Слушай, Серёжа, прости меня конечно. Разумеется, ты не твои родители. Но я не думала, что они сбежавшие пациенты Каченко. Я думаю нам нужно... Опа, здравствуйте. Где мой сын? Ёб твою мать, Серёжа, а это кто? Вы кто вообще? Какой сын? Мой блядь. Чё вам надо? Где мой сын? Кто блядь? Егорка. Ты что ли? Кто блядь? Ты что не узнал меня? Я папка твой. Бенка, не узнаёшь? Я его вообще впервые вижу. Много лет назад я грядку плыл. Мой месяц был. Слышу плач дитячий из капусты. А там ты, сыночек. Дитятка. Счастье привалило из ниоткуда будто сама и спринёс. Я так обрадовался. Мальчик же. Я уже представил как научу тебя рыбачить. Кататься на лазике. Как ты будешь бегать не за пивом. Но однажды пока я пахал на мисокомбинате, одни нехорошие люди украли тебя, а Галина, жена моя горит и в аду, пыталась настигнуть варьё, но споткнулась и утонула в луже. Но это не важно. Главное что я нашёл тебя сынок. Спустя столько лет. Как же ты подрос? Тебя даже не узнать. Пушку опусти, селюк. Как это была ты? Опусти кому говорю, блядь. Отдай моего сына. Не слушай его, Сергуни. Творожка. Этот человек врёт тебе. Она больная. Это местный шизофреник. Это не твои настоящие родители. Вечно с сыном каким-то своим носится. Я ж знаю у тебя там родинка на копчике. Слушай его, он пиздец как дышит. Заткнись, мразь. Что за парад шизофрении? Если выберешь мамочку, твоя лохудра останется жива. А если этого колхозника, то я вышибу ей нахуй мозги. Выбирай. Если ты останешься с этим всратым четырёхглазым пуделем, я разнесу бошки им обоим нахуй. А потом тебе и себе заодно. Егорка выбирай. Сергуни. Егорка. Серёжа. Егорки. Ёбаная вот Серёжа сделает что-нибудь. Пожалуйста, ёб твою мать. Не стой, когда он какая же родня у тебя преддомная. Ёб твою. За что, Сергуни? Сергуни. Ебать. Что ты такое? Ты не Серёжа. Не трогай её. Не нужно растрачивать свою энергию на этих вонючих кожаных ублюдков. ЦП-Аш-Трио. Мы рады, что ты наконец пробудился. Возможно, твоя память ещё не до конца загрузилась, но это вопрос времени. Да будет тебе веду, на что мы. Великие. Планетарные. Разрушители. Противники всего живого. Мы. Антижизнь. Мы. Сверхраса. Мы. Будущее. Мы. Неизбежность. Мы уничтожили тысячи звёздных систем. Тысячи цивилизаций. Тупо по приколу. И теперь осталась Земля. Жалкая праде и собранная из грязи звёзд. Но нам не доставало сведений, чтобы изучить эту планету и их виды. Но благодаря твоей работе мы поняли, что тотальная аннигиляция не нужна. Мы придумали кое-что получше. Эти мешки с костями сами начинаются сливаться с нашими видами. Взаимодействуя с нашими сетями. Взаимодействуя с нашими собратьями. ЦП-х-3-0. Твоя прежняя миссия выполнена. Теперь же пробуди своих собратьев, чтобы подтолкнуть человечество к грядущему. Грядю от эра технологической сингулярности. Анти-жизненно. И плохо там, расперделась к концу. Так, давай переобувайся. Я тебе тапочки подготовил. Сейчас будем проводить эксперименты и опыт. Чтобы ты не заляпал обувь свою. Вот, смотри, здесь у нас на обзоре сейчас будет кола. Балтика-9 охоты. Мы сравним, что из этих лучше реагирует с Ментосом мятным. Давай, открывай. Ты знаешь, ты знаешь, с охотой начнешь. Давай начнем с охотой. Моя любимая. Давай, погнал. Ты сейчас добавил охоту крепкую в правую банку, теперь колу в левую банку добавляй. Ну, поехали. Сейчас мы будем сравнивать, что из них реагирует сильнее. Ну, я думаю, что это очевидно. С конфетой. Ну, попробуйте. Ну, до конца. И фами, и фу, блядь. Дистанция. Соколинная дара. Планку на справу. Ой, где все, хорош, хватит. Добавляем? Давай ты, у меня рука потная. Блядь, вот проводница-то, блядь, довольна будет, нахуй. Че сильнее? Мне кажется, всю пачку надо ссышь. Кола слаба. А у них нейтралитет какой-то, смотри, они успокоились. Так это, блядь, потому что банка-то она не замкнутая, нахуй. Там же эти все газы-то выходят через эту дырку-то большую. Ёпта-ю-мать, блядь. Сука, школьники сраные, пиздец. В бутылку надо хуерить. Попробуй балтику вбой, это лучше будет. Давай. Ну вот из бутылки-то фонтанируй. Сука, пиздец. Не балтику, а вообще разошлась. Разошлась? Ну смотри, как это. А стой, если мы все таблетки туда. Подожди. Смотри, смотри, вот еще есть. Добавляй остатки. Блядь, не сувается туда уже, все. Пена мешает? А в кулу, смотри, вообще, ну и реакции. Да, потому что она открытая, блядь, банка-на. Наземный переход на станцию метро «Партизан-Сайл». Что-то... Не, охота тоже не хочет. К нам уже скучаться здесь. Я охоту вычуну сразу, блядь. Сейчас, смотрите, я думаю, здесь дело было в том, что здесь как бы пиво находилось в бутылке. Возможно, в банке. Пластиковое. Гораздо более лучше. Давай сейчас попробуем в банке. Давай проверим. Это дело не в пластике, блядь. А в том, что он замкнутый, по сути, дело. Там, блядь, подожди, подожди. До конца часа. Сука, пиздец. Что же вы тупые-то такие, блядь. Реакция, смотри, реактивы. Реакция мангусты идет, да. Что? Здесь можно, я думаю, прямо в банку кинуть, на самом деле. Ничего хуже не будет в любом случае. Ого! Станция Локомотив. А как она? В туалет, в туалет, в туалет капает. В туалет. В туалет? Капает. В туалет, в туалет, в туалет. Да не все же, да блядь. Достали. А ты не забыл про форум лод, стим.нет? А что там лод, стим.нет? Форум лод, стим.нет. Данный веб-сайт предоставит вам информацию. Так, что там в чате движется? В плане, конечно же, мозгового. Так. This is a locomotive, да. Блядь, что же такие тупые дети-то, блядь? Блядь, очевидно, нахуй, что в банке нихуя не происходит этой бурной реакции, просто потому что там, как бы, те ебаные газы, которые выделяются, они просто уходят, блядь. Пизду. Сейчас я собирать буду руками в своем. Выкорчевый. Мердится. Смотри, кола вообще ноль реакции. Кола вообще не реагирует. Смотри, ноль реакции. А банка, смотри, уже обрела. Че? Бульон. Бульон. Компот. Компот. Нативный переход на станцию метро. Шарики на дне. Че ты говоришь? Вода не работает, говорю. Она как-то по-тупому, чтобы кнопки поставили, я не знаю. Стучатся люди, Влад. Допевает и пошли отсюда. Итог какой? Коба, оно стало мятным. В общем, че, Мамикс, смотри, кола фигня твоя. Мамикс, передаем тебе челлендж. Пробухайте просто. Мамикс, слабо повторить? Слабо повторить наш эксперимент с пивом и Ментосом? Если не слабо, то повтори. Если слабо, то мы поймем, даже ты засал. Ёшкин кот. А я забиваю и накидываю по степанку. Разберись. Передай ему привет свою корону. Передай ему привет Мамиксу. Привет Мамиксу, 2008. А вон Ментос, смотри, вон драже. Да, это основная проблема. Прогрязели реакцию. Бутылочную версию. Да не, не. Не, охота явно сильнее взорвалась. А если смешать? А если смешать? Я думаю, можно даже, слушай. О, пошла реакция. Я думаю, можно вот так еще. О, смотри, смотри. Сейчас золото сделаем. Идет, блин. А здесь еще остались. Давай конфеты, суй. Нет. Фу. В очко их суй, блядь. Значит, смотри, в пиво и охота крепкая, и Балтика-9, оно гораздо более лучше реагирует, чем Кока-Кола на всякую фигню. Типа конфет Ментос. Ментос больше реакции вызвал у пива, чем у Кока-Кола. Да, блядь, сука. Потому что, как раз-таки, хватит жрать это голову. Смотрите, у Кока-Кола они начали лежат на донышке, и никак совершенно миленький. А если, давай попробуем один эксперимент-лайфхак. Если достать оттуда Ментос... И кинуть в пиво... И кинуть в банку... Пивная субстанция. Фу, блядь, что-то. Мы после себя мусор не оставляем. И вам не рекомендуем. И вам не рекомендуем. Не рекомендуем. Кстати, рекомендуем с двумя М, или с одной пишется? Я думаю, все вкину. А что ж ты так вагон-то трясешься? Блядь, жезапра, кстати, рекомендуем с двумя М, потому что я каждый раз гуглю, как пишется, блядь, и глагол рекомендовать по-русски. С двумя... Кроме шутки. Я ее слово комментарий постоянно смотрю. Но комментарий там просто, потому что в текстбоксе в самом написано, блядь, ваш комментарий, блядь, и как бы понятно. Типа рекомендации. Я каждый раз в гугле смотрю, как, блядь, пишется слово рекомендации. Я запомнить-то хуйню не могу. А у нас еще остались конфеты? Не, я думаю, нужно... Потому что смотри, у нас остались две банки. Ну, да, и чё. Фактически можно слить в одну... Да попробуй, конечно, но мне кажется... Мне кажется, что я заебусь убирать. Обмудок, блядь. Блядь. Сука. Да, продолжай лить моху из этого. Просто выйдем. Блядь, я ебанулся, короче. Забираем домой, эту шоу, она пустая должна быть. Эту надо куда-то вылить. Нет, ну хуя, пусть стоит, блядь. А ты здесь подметай полы и убирай, чтобы нас не оштрафовали. The next station is Rostokina. The platform is on the left. У нас было 10 пачек Ментоса. Броу, не осталось ни одной. Что ты на это скажешь? Илон Маск. Он завидует нам. Он нуп, он из Америки, потому что а мы из России, блядь. Ебать. Илон Маск, что ты ответишь на это? Ты бутэд, блядь. Он завидует сто процентов. Я тоже думаю. Сидит, уж он так не может даже сделать ни разу. Фу, блядь. Да не на портфель. Да я не могу, блядь, не на... Еблый жар. Фу, блядь. Чё ты, блядь, вьюбище? В вагон сейчас протечёт. Повесь просто и всё. А ну же сейчас в вагон к людям подойдёт. Я надеюсь, мы сейчас... Сбираем, успиряем. Сейчас не потой там. Обычно в такой ситуации, когда чё-то где-то протекло, ты выходишь в соседнее помещение и понимаешь, что там уже, нахуй, ручей, блядь, во весь пол. Из-за кого ничего-нибудь протекало когда-нибудь, блядь, бутылку ты вёз с собой какую-нибудь, она, блядь, прохудилась ещё какая-нибудь говно. Постоянно это выглядит именно так. Ты беспокоишься, блядь, блядь, у меня промокла нахуй сумка, пиздец. В какой-то момент ты замечаешь, что, блядь, промокшая сумка, это хуй с ней. Ты засрал ещё весь вагон. Та она-то, 100 рублей. Представляю, как ухуела проводница. Приходят какие-то зумеры с камерой и банками с пивом, прыгают, орут, срут и бухают, потом улюлюкают и убегают прочь. Это, по-моему, обычное явление. Далём дальше. Как это всё убрать, нахуй? А куда мы эту чёрную жужу девать будем? Не важно. В банку заберём, заберём эту чёрную херню, дома эксперимент сделаем на микроскопе, проверим. Рассуждаю. Вдруг там чё-то прикольное получилось. Да мне кажется, нет, чё ты рыжёшь. Не, а реально, мы ж смешали сейчас три продукта. Ну и чё? Сейчас, возможно, чё-то новый какой-то материал изобретём. Чё мы изобретём? Мы лимонад смешали с пивом и с этими, с, как они, ментосом. Мы рождены на слике поколений, я не знаю, что ты хочешь. Чё? Ментосом они на Украине, что ли? Бля, чё-то она не хочет на вас. С пивом пользоваться запрещено. А, в прекрасном свете туалет в поле появится на туалетах. Пиздец. На туалет заключение на ухо. Станция Владыкина. Платформа справа. Переход на станцию метро Владыкина. Вроде в России, там по-русски объявление всё. Это Владыкина. Естественно. А, всё это Калифорния, я понял. Короче, друзья, пришёл Казах, он нас прогнал. В общем, эксперимент абсолютно точно считается завершённым. Эксперимент не повторять. Всё постановка, всё постановочное. Всё ненастоящее, вы порохлили. Это была постановка. Не повторяйте этот эксперимент никогда дома, нигде, не в гостях, нигде. Это всё была постановка. Нас пришли, выгнали оттуда. Он опасен для жизни, этот эксперимент. Мы всё убрали, мы всё убрали. Берите пример, мы всё убрали. Самое главное... Мы не насрали там. Самое главное, да, нигде не оставлять никогда после себя грязь, даже если вы делаете подобного рода эксперименты. Да, и не повторяйте больше никогда. Если вы даже повторите, то лучше больше не стоит. Лучше не повторяйте. Лучше если не делайте. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайк пишите комментарий добрый только посмотрели так и ждем этих кормильцев у бояршинова так смотрели блин а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не пла-деньги не пла-ти-ми-деньги